Каждый защищает свои интересы и конфликтует. А что, можно по-другому? Вы понимаете, не только можно, а даже нужно. Как говорит апостол Павел, мир да владычествует в сердцах ваших. Владычествует, а слово владыка, то есть он должен господствовать. Мы должны именно как рабы подчиняться миру и стремиться всецело к нему. И еще пишет к римлянам, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Друзья мои, если мы хотим конфликтовать, если мы хотим справедливости, то не переживайте. Однажды во всей своей полноте справедливость будет и восторжествует. И эта справедливость по-другому называется днем гнева, днем ярости Божьей или страшным судом. И там будет все справедливо. Там на одну чашу все доброе, все наши слова, мысли и дела, а на другую чашу злые слова, мысли и дела. И поверьте мне, апостол не шутил, что никакая тварь не оправдается перед Богом. Так что, если мы хотим быть на суде помилованными, тогда нужно проявлять милость здесь. Если мы хотим, чтобы к нам привелись нисхождения, мы должны снисходить здесь. И еще говорит апостол Павел, не будьте побежден злом, но убеждай зло добром. Когда нам сделали что-то злое, а мы считаем, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы все стало добро, в ответ отвечаем таким же злом, то мы просто приумножаем зло. А добром это означает с любовью, покрыть немость человека. Ведь в конце концов, когда у нас, предположим, появляется какая-то царапина на руке, разве мы не накладываем пластырь, разве мы не обезболиваем, мы так и делаем. Так же мы, христиане, являемся одним телом. Если вдруг видим, что брат наш немаществует, то нужно покрыть его немощь, скротностью, с любовью, помолиться за него. Потому что владычествовать мир должен в сердцах, а если даже как-то не будет получаться восстановить мир, по той причине, что брат будет все равно продолжать злобиться, то наша любовь к нему для нас не останется без награды, а для него не останется без наказания. Как говорит апостол Павел, что вот это наше доброе отношение к нему будет как уголье на голову в день суда. Так что советую всем, если мы хотим на страшном суде прославиться и оказаться в царстве Бога, то тогда нужно здесь снисходить, здесь проявлять милость, и как мы молимся в молитве «Отче наш», и прости нам долги наши, так же, как мы прощаем должником нашим. Одно только замечу. Мы же говорим про долги. Это и правда, что нам есть люди, которые должны. И правда люди, которые причинили нам зло, то есть они нам задолжали. Но ведь мы так же задолжали сами и другим людям, а что самое главное – Богу. И мы надеемся на то, что Господь все нам простит. Так же мы, друзья, должны отпустить долги нашим ближним. Причем Господь говорит «от сердца», то есть чтобы еще и в сердце ничего не осталось, никакого злопамятства, и к этому нужно стремиться молитвой и постом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!